Здравствуйте! Меня зовут Наталья Павлюк. Я врач-диетолог. И сегодня в этом видео я хотела бы вам рассказать про новости диетологии за последнюю неделю. Начнем говорить с новости про кофе. Для меня эта новость самая важная, потому что я привыкла, например, вставать, выпивать чашечку кофе, а потом делать завтрак. Оказывается, так делать не стоит. Исследователи в этом маленьком исследовании, проведено на небольшом количестве людей, выявили то, что употребление кофе после ночного сна, сразу после сна, и после именно плохого сна, прерывистого, может отрицательно повлиять на углеводный обмен и привести к повышению инсулина и глюкозы. Сравнили людей, которые не выпивали кофе сразу после сна, и тех, кто выпивал после сна одну чашечку кофе, в которой было 300 миллиграмм кофеина. Оказалось, что у тех, кто выпивал кофе, глюкоза повышалась на 50% выше. Что стоит сказать по поводу данного исследования? Важные моменты, это то, что кофе, во-первых, относится на сегодняшний день, по сегодняшним научным данным, к полезным для здоровья продуктов. Но, конечно же, с помощью кофе мы не сможем что-то вылечить, однако оно полезно для профилактики многих заболеваний. Если вам интересен этот вопрос, напишите мне в комментариях, я обязательно по поводу кофе подробнее расскажу. Какие еще выводы можно сделать из этого исследования? Ну, недосоп – это очень плохо. Это и все знают. Также я, как врач-диетолог, могу сказать, да. Плохой сон, он также плохо влияет на снижение веса. У тех, кто спит плохо, скорость снижения веса может быть меньше, потому что замедляется обмен, им сложнее придерживаться правильной диеты. Например, недостаток сна, он часто приводит к тяге к жирной пище именно. И это, кстати, даже доказано в исследованиях. Обязательно тоже как-нибудь про это расскажу. Но вернемся к исследованию. Кстати, эти исследователи, да, они говорят то, что далеко не у всех может быть такая реакция на кофе. Дело в том, что наш организм может адаптироваться. И если вы так делаете регулярно, то таких плохих последствий может и не быть. Но тем не менее, для себя я решила, что больше не буду пить кофе натощак. Я постараюсь его пить теперь после завтрака. А натощак можно выпить, например, стакан воды, как это делают очень многие люди. Кстати, и многие мои пациенты так делают. Следующее исследование, которое мне показалось очень интересным. Я сталкиваюсь с такой ситуацией с таким мнением у пациентов достаточно часто, что вот мы же не пьем напитки с сахаром. Мы же заменили их на некалорийные сахарозаменители. К примеру, кола, да, кола с сахаром, она намного более калорийна, чем кола, где ноль калорий, естественно. Ноль калорий, это и есть ноль калорий. Ноль калорий, это получается кола с искусственными сахарозаменителями. Так вот, в этом исследовании посмотрели, да, сделали метаанализ эпидемиологических исследований. Ну, в скобочках, это не супернадежные данные, но тем не менее эти данные достаточно интересны и важны, чтобы на них обратить внимание. Что же выявили исследователи, да? Было выявлено то, что в группе высокого употребления напитков с сахаром и сахарозаменителями был риск метаболического синдрома на 51% больше. У тех, кто пил просто напитки с сахаром, на 56% больше напитки с искусственными сахарозаменителями, на 44% больше. Ну, знаете ли, 44% и 56% не так уж сильно отличаются с моей точки зрения. То есть, примерно, ну, наполовину больше был риск образования метаболического синдрома. Дополню, да, что такое метаболический синдром. Метаболический синдром – это симптомокомплекс, в который включены, да, абдоминальное ожирение, когда окружность талии становится большой, то есть ожирение в области живота. Также артериальная гипертония, нарушение углеводного обмена, нарушение липидного обмена, а также повышение мочевой кислоты. И сюда тоже достаточно часто входит. Вернемся к исследованию. Да, исследователи говорят, что на каждый один стакан увеличения вот этих вот напитков отмечалось увеличение риска. Вот мы можем посмотреть порядок, да, на 20%, 19% и 31%. Ну, это, я бы сказала, заслуживающие нашего внимания результаты. Поэтому, какой вывод мы можем сделать? Напитки с сахаром, напитки с искусственными сахарозаменителями – это не то, что стоит включать в свой рацион. Лучше постараться исключить эти напитки, постарайтесь заменить их на воду. В большом количестве исследований рекомендуют именно менять на воду. Да, 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 да. А если вы хотите съесть что-то с искусственными сахарозаменителями, пусть это будут не напитки. То есть не сахар и не сахарозаменители в жидком виде. В жидком виде напитки, да, именно напитки со сладостями, они связаны с большим напряжением наших обменных процессов. И с большими отрицательными последствиями для здоровья, чем вот эти вот сахар и сахарозаменители в твердой пище. Вот, тоже, если вам интересно, я про это расскажу, почему так происходит. Кроме воды, естественно, вы можете употреблять чай разного вида и кофе. Чай и кофе относятся к полезным для здоровья напиткам, естественно, если они без сахара и сахарозаменителей. Поехали дальше. Макароны. Макароны, макароны, макароны. Вы любите макароны? Я очень люблю макароны. К полезному для здоровья относятся макароны именно группы А. Макароны группы А это макароны, в которых не более 15% макаронов муки, сортов, мягких сортов пшеницы. А в основном они состоят из твердой пшеницы. В таких макаронах будет больше белка, больше пищевых волокон и больше витаминов, полезных веществ. Роскачество в своем исследовании обнаружило то, что три вот эти вот марки Борилла, для Мулисана и итальянские макароны соответствуют заданному качеству. Кстати говоря, я сама употребляю вот эти вот макароны, именно Борилла. Детали исследования здесь мы можем посмотреть, тоже интересно. Можете зайти на страницу исследования и обратить внимание на вот это вот. Они пишут свой стандарт системы качества, чтобы было не больше 3% муки мягкой пшеницы, белка было не менее 12,5% и чтобы пищевых волокон было не меньше 3,7% грамма. Вообще, чем больше белка и чем больше пищевых волокон, тем лучше. Естественно, макароны из твердых сортов пшеницы, они для нашего здоровья более полезны. У них ниже гликемический индекс, они не слипаются после варки. Если они даже ломаются, у них ровный излом и они не очень склонны к каким-либо повреждениям. В отличие от макарон, к сожалению, из мягких сортов пшеницы. Поехали дальше. Режим питания. Естественно, режим питания важен для поддержания здорового веса. Вообще, к удивлению, по поводу режима питания очень мало проведено исследований. Вообще, очень-очень-очень мало. И сейчас все больше и больше внимания исследований, исследователей как раз-таки привлечено к режиму питания. Вот в этом исследовании, в небольшом исследовании, здесь всего лишь, сколько было, 1627 человек, было выявлено то, что равномерное распределение еды в течение дня более благоприятно для нашего здоровья в плане веса и окружности талии и риска ожирения. Равномерное распределение еды снижало риск ожирения на 75% и было связано с более низким индексом массы тела и меньшей окружностью талии. Если люди употребляли большое количество калорий 1000-2400 с 3 до 6 часов вечера, то риск ожирения увеличился на 430%. Если такой вот пик калорий 800-2400 был с 11 до 3 часов дня, то риск ожирения был больше на 340%. И самый высокий риск ожирения, чему не стоит удивляться, был, если человек делал вот этот вот пик калорийности с 18 до 23 часов. Он был больше на 570%. Какой мы можем сделать вывод? Еду лучше распределять равномерно в течение дня. Чем позже находится избыток калорий, тем выше риск ожирения. Вообще традиционно рекомендуется всеми практически медицинскими ассоциациями делать 3 основных приема пищи. Так как минимум 3 основных приема пищи это завтрак, обед и ужин. А также между ними это уже по вашему ощущению, по вашим потребностям могут быть перекусы. А также по рекомендации вашего врача. Данный момент лучше обсуждать с лечащим доктором. Переходим к следующему исследованию. Пару слов про сухофрукты. Проведено исследование, в котором было сказано, что сухофрукты это не зло. Все-таки они имеют какую-то пользу. И более того улучшают качество нашего рациона. Но что следует учитывать, они все же являются дополнительными калориями, если не следить за калорийностью своего питания. В исследовании было выявлено, что люди, употребляющие сухофрукты, питались более качественно, имели меньший вес и окружность талии. У них также был ниже уровень систолического давления. В дни употребления сухофруктов в рационе было больше общих углеводов, само исследование, пищевых волокон, полиненасыщенных жиров, чем в те дни, когда они не употреблялись. Но общая калорийность также была выше на 208-215 килокалорий. Что стоит, какой вывод мы можем сделать? Сухофрукты полезны, они помогают улучшить качество рациона. Вообще лучше употребляйте сухофрукты, чем какие-то сладости, особенно с транжирами. Но при включении в питание сухофруктов следует следить за калорийностью рациона. Сухофрукты входят в суточное количество фруктов. То есть, если вам надо съесть за день 3 порции фруктов, одну из них вы можете съесть за счет сухофруктов. Одна порция фруктов по разным рекомендациям 80-100 грамм. Я привыкла говорить 85 в среднем. И вот вы 100 грамм яблок можете заменить примерно на 20-25 грамм сухофруктов. Например, чернослива. Сухофрукты не стоит есть на перекусы, важный момент. И не стоит их переедать, потому что сухофрукты имеют чуть повыше гликемический индекс. У них больше калорийность, как мы уже сказали. И очень легко ими переесть. Плюс они повышают аппетит. Ну, кого как, у меня лично сухофрукты повышают аппетит. И если меня каждый день кормить сухофруктами в большом количестве, то мой вес будет увеличиваться. Я проверяла, поэтому я так не делаю. И остальным людям говорю, советую делать так же. Кушать сухофрукты периодически, по желанию, по настроению. Это только сделает лучше ваш рацион. Но старайтесь кушать их после основного приема пищи. И это не только моя рекомендация. Такие рекомендации встречаются и в Food Based Dieter Guidelines. То есть в рекомендациях разных стран и мировых сообществ. Переходим к следующей новости. Менструальный цикл был, нарушение менструального цикла было связано с сокращением длительности жизни. Да, это не очень хорошая новость. Но сейчас мы попробуем поговорить и вообще как новость исследовать. Попробую я вам рассказать. В когортном вот в этом вот исследовании было выявлено, что женщины с нерегулярным и длинным менструальным циклом больше 40 дней в подростковом и взрослом возрасте имели шанс умереть до 70 лет больше, чем женщины с регулярными и короткими циклами. Дело в том, что вообще исследователи в этой статье говорят, что нерегулярный цикл связан с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний, рака. В том числе он может быть связан с синдромом поликистозных яичников. Потому что также наблюдалось, кроме сокращения длительности жизни, еще наблюдались некоторые другие симптомы. Такие как увеличение герсутизма, например, что точно связано с повышением уровня тестостерона. Ну не точно, но вероятнее всего. Какие мы можем сделать выводы? Если у вас нерегулярный цикл, либо очень длинный цикл 40 дней больше, стоит обратиться к гинекологу на предмет обследования. Почему этот цикл у вас такой длинный? А также постараться более внимательно относиться к своему здоровью и вести регулярный образ жизни. И уж точно в вашем случае не следует курить, потому что это может еще сильнее, еще больше сократить вашу жизнь. Следующее, что мы будем говорить, это у нас важная новость в педиатрии. Что исследователи здесь выявили? Грудное вскармливание снижает риск инфекций. Важное, интересное исследование. Это исследование было проведено датскими исследователями. И было выявлено, что длительность грудного вскармливания связана с более низким риском инфекции у детей, требующих госпитализации, то есть серьезных инфекций. Каждый дополнительный месяц грудного вскармливания приведел к более низкому риску госпитализации по поводу инфекций. Дети, которые находились исключительно на грудном вскармливании в течение четырех месяцев, первых месяцев жизни, имели более низкий риск госпитализации по поводу инфекции в первые 3-4 года своей жизни. По сравнению с теми, кто находился на смешанном или искусственном вскармливании. Какой мы можем сделать вывод? Если вы мамочка или вы планируете в дальнейшем стать матерью, вам, ну а также есть у вас знакомые матери, вам все-таки желательно самой или порекомендовать знакомым постараться кормить грудью. Бывают некоторые люди, которые говорят, ай, грудное молоко, ничего интересного, вот смесь есть, смесь проще, смесь дал ребенку и все, ребенок сыт. Ну, не совсем дело так. Дело в том, что в нашем грудном молоке, ну, в человеческом грудном молоке есть еще всякие разные моноглобулины и другие полезные вещества, которые влияют на иммунитет ребенка. И если ребенка кормить грудью, и долго кормить грудью, то такой ребенок будет здоровее, он будет меньше болеть. Это важно, это интересно. И, конечно же, как бы это лично для меня повод дольше кормить своего ребенка. Вот, на этом все. Если вам было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Рада быть для вас полезной. Всем пока!